Итак, здравствуйте, дорогие мои подписчики моего канала и всех, кто просматривает мой канал, и всех, кто приходит просто посмотреть, что там есть у меня. Я сегодня хочу идти на огород. Сегодня праздник, как говорят, земли не возятся, все так говорят, но уже сказали, что люди копают и делают всё. Но я, у меня другие планы сегодня, мне нужно увеличить площадь, я там буду, уже купила себе рабицу, всё сделала, сейчас буду лунки, короче, делать. Мне нужен чай, потому что я вот эти последние два дня на огороде, когда брала с собой, заваривал Иван-чай, в первый раз я просто делала Иван-чай, заварила, второй раз я добавила в Иван-чай уже корицы, а сейчас я хочу ещё рассказать, какой чай я сегодня буду делать. Итак, у меня Иван-чай собственного приготовления, которое я сушила, и также, вот он у меня, мой чаёк, вот, он у меня в сушилочке был, также выдерживала его, всё как положено, чтобы запах пошёл вот такой вот, прям вот душистый такой, он прям вот подержит где-то 2-3 часа, может даже 6, это всё зависит от температуры в комнате, где он будет стоять. Вот, поэтому, вот, я в прошлые годы делала чёрный чай, а в этом году я сделала зелёный чай, я ещё раз покажу. И здесь, кроме Иван-чая, у меня также ещё добавлена мелисса, листочки. Вот, я в термос 800 миллилитров у меня, я добавила 3 чайные ложки, уже добавляю сюда, вот, вот, четвёртая, это, наверное, много будет, потому что он распаривается такой, ядрёный делается. Сейчас я хочу добавить лимонные корочки, апельсиновые корочки, у меня сушёные, вот, вы видите здесь, сейчас я покажу, вот она, вот, я хочу туда положить, вот так, поломала, так, также у меня есть и лимонные корочки, и лимон, лимончик. Конечно, очень много всего, но я не буду сегодня, я буду только с апельсиновыми, лимонными я буду плоско, потому что это мне быстро, я его выпиваю, когда работаешь на огороде, мне прям не хватает этого, надо полторашку брать, покупать термос мне на полтора литра, даже на два, потому что заварил, чтобы попивать, силу придаёт. Итак, я ещё одну вот лажу сюда, апельсинчик, закрываю крышечку, закрываю крышечку, вот она, и так, пускаю на низ, Теперь я хочу взять гвоздичку, помолоть чуть-чуть, прям капельку. Много не надо, потому что это очень много будет. Так, у меня вот такая, Вот так вот, примерно, вот она, видите, корички, вот сюда коричка добавляется. Вот она. Так, и можно чуть-чуть ещё... А, это у меня гвоздика была, извините. Это у меня гвоздика была, я немножко. И корицы немножечко добавлю. Значит так, я добавила прям вот не одну ягодку гвоздики, а, наверное, там прям половину, чуть-чуть, капелька. Я её размолола в мельнице и положила туда. Потому что, когда размолотая гвоздичка, она ещё больше аромата даёт. Гвоздичка. Так, теперь мы немножечко добавляем корицы. Гвоздика снимает усталость, нервное напряжение. Хорошо помогает при ОРВИ, при заболеваниях. Вот. Так что, вот сейчас я вот так ложу туда корички. И теперь мы заливаем сахар надо обязательно. Кто любит сахар, можно мёд, можно сахар. Но мёд горячий. Я что-то читала, что там, типа, нельзя. Плохо. У меня мёд вот такой вот. Вот я брала... Ну, не знаю. Я сейчас подумать хочу, делать это или нет. Но я хочу добавить всё-таки сахара. Вот. Я сейчас туда возьму сахар, насыплю. Побольше. Я люблю сладкое. И поэтому... Так. Так. Мне надо взять... Сейчас, секундочку. Так. Всё-таки я даду было положить немножечко лимончика сушёного. Здесь я уже сахар приготовила. Вот. И... Вот так я положу лимончик. Корочки. И сейчас у меня кипяток там закипит. И это я буду пить на огороде. Придает... Иван чай снимает тоже усталость. Вот. Это очень хорошо, кто работает физически. Очень хорошо для мужчин. Обычно этот чай, как говорится, кто много работает физически. Но так как я сегодня буду физически работать, мне нужен чай. Хороший. Мой чай, который я вот так засыпаю сахар, чтобы по стенкам не было. Так. Запах сейчас попробуем. Ой, а запах какой невозможный. И корица, и гвоздика. Можно, можно всё-таки, наверное... Вот, закипел. Всё-таки я положу ложечку мёда ещё, добавлю. Ложечку. Вот такую ложечку. Я всё-таки для запаха и мёда добавлю. Да. Да. Вот так. Итак, мы заливаем. И пьём после. Когда он постоит, это будет очень вкусно. И полезно. Вот такой я чай. Сегодня буду сейчас пить на огороде, когда я захочу пить. Все берут воду, а я пью чай. И у меня усталости, как ни рукой снимают. Вот он, лимончик тут. Вон он торчит. Нет, это апельсинчик. Это апельсинчик. Вот. Вот такой чаёк я буду пить. Так, закрываю его. И всё. Так что, если кому-то понравилось вот такое видео, и кто-то хочет сделать по моему рецепту, и так, добавляем... 800 миллилитров мы добавляем в чай. Делаем сначала иван-чай, или любую другую заварочку, какая у вас есть. Дальше гвоздичку, не полную, а не одну эту ягодку, а прям вот размололи её, мельницей, там прям чуть-чуть. Вот. И дальше добавили, также я показывала, корички. И также мёд можете, лимон, лимонный. Нет у вас сушёного лимона, можете свежий лимон. Вот. И также, если есть апельсины свежие, можете порезать апельсины туда. Также это ваше. И всё это заварить. Вот. И будет очень полезно и вкусно. Так что, давайте, пробуйте, экспериментируйте, потому что физическая работа очень тяжёлая бывает. Надо что-то делать, чтобы вам было легко. Так что, давайте, делайте. Всем привет, всем хорошего дня. И здоровья. Прежде всего, всем желаю здоровья.